Каждый день на дорогах района происходят автоаварии. В результате дорожно-транспортных происшествий получают травмы и даже гибнут люди. В целях привлечения внимания к проблеме безопасности дорожного движения проводится масса мероприятий. Автопробег один из них. Несмотря на то, что в Лобинском районе наблюдается снижение количества автоаварий, однако сложность на дорогах остается по-прежнему высокой, поскольку у нас увеличивается с каждым днем количество автомобилей, растет интенсивность дорожного движения. Ну и, соответственно, хотелось бы обратиться, конечно, к самим водителям, поскольку культура поведения на наших дорогах, я думаю, все отмечают водители, очень низкая. В связи с этим мы хотим обратить своим автопробегам внимание участников дорожного движения на эти проблемы. Автопробег организовало Всероссийское общество автомобилистов совместно с отделом ГАИ. Транспорт оборудовали плакатами и баннерами, призывающими всех участников дорожного движения соблюдать правила. Колонна машин медленно двигалась по центральным улицам города. По громкой связи звучали обращения уважать друг друга и быть терпимыми ко всем участникам движения. Причем на сегодняшний день самыми уязвимыми категориями являются пешеходы, велосипедисты и водители скутеров. Это самые сложные категории, пешеход, велосипедисты и мопедист, поскольку эти люди в основном не изучают профессионально правила дорожного движения, так как это делают водители. И, конечно, с их стороны нарушений очень много. И даже по статистике у нас более 30% дорожно-транспортных происшествий происходит с участием пешеходов и велосипедистов. А это очень большая цифра. Поэтому мы хотим обратить внимание на эти проблемы, привлечь внимание общества, чтобы как-то всем вместе взяться и помочь именно в нашем Лобинском районе поднять культуру вождения на более высокий уровень и добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Главное – соблюдать дистанцию и правила дорожного движения. И всегда будете ездить. Обязательно. Во-первых, для себя, чтобы сохранить свою жизнь, жизнь окружающих. Поэтому это обязательно надо. Соблюдать правила дорожного движения. Как отмечает руководство общества автомобилистов, все чаще к ним приходят учиться девушки. Сейчас у нас очень много людей, так что мы стараемся всех отучить. И учить правильно, хорошо, чтобы соблюдали правила, уважали друг друга на дороге везде. Особенно женщины у нас много сейчас учатся. Даже многие группы у нас забиты только женщинами. Я сейчас как бы студентка учебной автошколы. Я очень к этому ответственно отношусь. Учу правила дорожного движения, на вождении очень внимательно. То, что все улавливает, то, что говорят инструкторы наши. То, что на дороге нужно быть очень внимательным, аккуратным. И это залог будущего нашего, то, что не будет аварии меньше, относиться более внимательно ко всему.